Йо, с вами Борис Ордин. Да, это очередная попытка вернуть обзоры комиксов на канал. Настал черед кроссовера 99-го года от Dark Horse Comics под звучным названием Superman vs The Terminator – Dead to the Future. Метрополис. Сара Коннор со своим сыном Джоном посещают торговый центр. Судя по довольному виду пацана, выходящему из магазина игрушек, здесь он недостаточно морально созрел. Перед ними формируется временная сфера с вкачанной фигурой внутри. Мальчишка не понимает происходящее, спрашивая мать, на что она отвечает, что это самый худший кошмар. Терминатор мгновенно идентифицирует свои цели, его глаз загорается красным светом, и оттуда появляется разрушительный лазерный луч, в котором андроид разносит кусок стены позади героев. Те, умудреные годами скитаний, успевают увернуться и отбежать в сторону от столь неожиданного оружия. Они бегут в один из магазинчиков, пока робот играючи вырубает кулаком подоспевшего охранника. Сара хватает продающуюся здесь ракетницу, заряжает в нее патрон и стреляет в грудь преследователя. Возникшее пламя окутывает все тело и поджигает бонусом половину лица, обнажая часть эндоскелета. Что это? Это птица? Это самолет? Нет! Это Супермен с собственной персоной, который, похоже, никогда не берет выходных. Он видит издалека, что ему затерет в ТЦшке какой-то робот, ранее не встречавшийся человеку из стали. Тот на полной скорости летит на жестянку, которая его успевает засечь, как потенциальную угрозу. Впрочем, предпринять ничего не получается. Инфильтратор выбрасывается из здания. Супс приземляется рядом с тостером и заявляет, что ждет объяснений. Отвечать на вопрос незнакомец не собирается и сначала шпарит своим лазером в голову защитнику, а затем мощным хуком бьет в челюсть. Временно ослепленный криптонец не успевает отреагировать и получает по темечку пожарным гидрантом. Но все ведь понимают, что терм откусил больше, чем сможет проглотить. Супермен буквально выбивает у киллера голову, попутно выяснив, что это некий титановый сплав, после чего крушит и оставшееся тело. Кстати, вы заметили на этих двух страницах ляб, связанный с грудью, которая уже и не повреждена, хотя недавно была. Разумеется, нужно выяснить, в чем дело. Те двое, на которых напал робот, могут знать причины, но в торговом центре их уже нет. Кларк перелетает через него и видит беглецов переулки. Он преграждает им путь, чему Джон более чем рад. Но Сара говорит, что здесь небезопасно, ведь железные парни могут прибыть следом. Инопланетянин без лишних размусоливаний хватает Конноров и поднимается ввысь, приводя пацана в еще больше восторг, а его мать в еще больше напряг. Опустив их на крыше строящейся высотки, он заявляет, что рядом с ним бояться нечего, никто не сможет причинить вреда. И в подтверждении своих слов крошит кусок бетона. Сара действительно почувствовала себя в безопасности за долгие годы. Инстинкт говорил ей, что этому сверхчеловеку можно доверять. И она рассказала, что искусственный интеллект под названием Скайнет стал контролировать каждый компьютер, каждую компьютерную систему в мире. Он взбунтовался против людей и уничтожил человеческую цивилизацию, очистив от нее планету. Выжила лишь маленькая группа людей, которая сражалась под руководством ее сына, Джона Коннора. Синеволосый мужичок с шрамом – это он, ага. Супермен в замешательстве, ему сложно поверить, что какой-то ИИ из будущего отправляет убийц против этого мальчишки. А Сара не понимает, как же их нашли. Но сынуля проясняет этот момент. Оказывается, в магазине игрушек был конкурс, где разыгрывали мотоцикл. Пацан дал свое настоящее имя, чтобы забрать приз, когда выиграет. Мда уж, навряд ли в магазине игрушек давали что-то подобное. А значит, ради какой-то хрени будущий лидер сопротивления спалил всю контору. Ох уж эти дети. Тут на соседней крыше и хронопортируются уже два терминатора. А между делом, заклятый враг Литона Киборг вовсю сканирует поврежденный эндочереп. Путем анализа он понимает, что это вполне себе земная технология, но созданная точно не людьми. Вероятно, она пришла из будущего, а значит, там существует развитая раса машин. Осталось только каким-то образом с ними связаться. Закачать всю информацию о слабостях суперсемейки внутрь разбитой головы, сделав своеобразное письмо в бутылке, после чего оставить его ожидать наступления будущего. При этом странно, что находясь в лаборатории Старлапса, злодей не догадывается просто прыгнуть во времени, ведь здесь на регулярной основе подобными вещами занимался Флэш. Хотя у Киборга ведь нет доступа к стилю скорости, тогда зачем ему вообще нужна Старлапс? Инфильтраторы все больше косплеят защитника Метрополиса. Эти двое стреляют обоими глазами, разбивая поверхность под ногами пришельца, отчего тут падает, зацепившись за край. Но вы знаете, когда ты умеешь летать, неким образом влияя на гравитацию, в любой момент так легко упасть. А Сара и Джон прячутся в кабине крана. Вспомнивши о своей способности к полету, криптонница воспаряет, сжигая цепь на висящем контейнере с грузом. Весь хлам несется на андроидов, но тени пальцем деланные, и умудряются успешно прыгнуть в сторону. Смекнув, что носителя красных трусишек поверх трико нужно отвлечь, роботы кидают обломки на прохожих. Коннеры думают, что их новоявленный друг сваливает от них подальше. Сара крыком крана сносит руку одной из жестянок, однако охотники запрыгивают на кабину, чтобы разобраться с непоседливыми целями. Поймавший все обломки, Супермен возвращается, хватает ведро с болтами и на сверхскорости запускает его в термон. У видолаг не было шансов, их буквально разрывает на куски. Семейка радуется, что ошиблась насчет этого молодца. Инопланетянина смущает, что терминаторы знают про его способности. А в этот момент киборг прячет эндочерепушку в статую на кладбище. Там вживлен трансмиттер, который и станет связью с будущим. Если культура машины впрямо существует, то они расшифруют послание и досконально его изучат, что будет началом конца для Метрополиса и его героя. Летун собирается отвезти своих новоявленных подопечных в безопасное место, но внезапно вокруг образуется какой-то вихрь, гасящий силы Кента. Он чувствует, что вот-вот куда-то исчезнет, поэтому тепловым зрением чертит на балке надпись «Лойс Лейн» и ее номер. Просит позвонить, чтобы получить помощь, и тут же испаряется. Его тело испытывает невероятные перегрузки. Свет и тьма слились воедино. Было ощущение, будто его выбернули наизнанку. Когда все закончилось, Кларк был полностью голым на какой-то непонятной платформе. Заметьте, здесь при перемещении во времени просто аннигилируется вся одежда, как это было в «Фрониках Сары Коннор». Никаких взрывов из Генезиса не происходит. Бойцы сопротивления думают, что к ним прибыл Терминатор, и собираются его уничтожить и своих винтовок, но их останавливает мужик в длинном плаще. Это другой супергерой по прозвищу Сталь, и они с Упсом вполне себе знакомы. Последний спрашивает, что вообще происходит и где он сейчас находится. На что получает ответ. В будущем, 2032 год. Все в лучших традициях постапокалипсиса. Мрачное огненное небо над головой. Вокруг разрушены здания, искореженные машины, дикие псы и целая куча человеческих черепов. Добро пожаловать в Метрополис. Вот так драматично закончился первый выпуск этого кроссовера. Давайте разберем несколько любопытных элементов. Судя по безалаберным действиям Джона, он не переживал события второго фильма. Иначе зачем ему так рисковать ради какого-то мотоцикла? Дизайн летающих и гусеничных хантер-киллеров передан очень похоже, а то в других комиксах почему-то любили рисовать какую-то выбивающуюся из лоры ерунду. Эндоскелет также в целом оригинальный, кроме разве что головы. Она какая-то более закругленная, как у Бамблби в боевом режиме. И даже плазменная винтовка в руках концептуально напоминает Вестингаус, по крайней мере своим магазином типа Булл Пап. В финале нам демонстрируют 2032 год, в котором властвует Скайнет. Это забавно, ведь именно в 32-м был убит Джон Коннор в фильме «Восстание машин», который вышел в 2003-м. Данный же комикс появился за несколько лет до этого, в 99-м. Неужели авторы Т-3 позаимствовали отсюда идеи? Или дело в том, что и те, и те вдохновлялись ранним сценарием для третьей части? К слову, во втором выпуске будет еще одно совпадение, которое предшествовало творению Джонатана Мустоу, но об этом в следующий раз. А что насчет вселенной Супермена? Мне кажется, взять оттуда киберзлодея в этот кроссовер напрашивалось само собой. Этот красный эндоскелет с куском живой плоти и частью волос. Один из заклятых врагов Криптонца Хэнк Хэншоу, также известный как Киборг Супермен или просто Киборг. Не путать с положительным героем DC Виктором Стоуном. Изначально он был человеком, но в результате метаморфоз, отличающихся друг от друга в различных арках, превратился, собственно, в Киборга. Его силы якобы равны Суперменам. Вот такой гад решил засветиться и здесь. Подходит ли реальность Супермена к реальности Терминатора? Вопрос, наверное, риторический. Напишите свое мнение в комментариях. Поставьте лайк, сделайте репост и подпишитесь на канал Объект. Нас ведь ждет еще продолжение этой истории. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok